понравилась мне эта локация запилим еще один видосик видосик на тему нашего любимого серджа матвиенко так письма ищем нужное письмо письмо ищем нужное кстати продолжают выходить очень большие черви фоточка вот она можете посмотреть при этом знаете лично меня что радует это то что противопаразитарные мероприятия такие простые как ватка с дегтем на пупок и вот это вот ежедневное употребление гвоздики палочки гвоздики глотаем и тмина семян там 10 примерно в каждом приеме еды приводит к тому что она их гонит то есть идет уже более чем 70 какие-то там сутки восстановления и естественно если бы это не работало эти червяки также бы и то есть листы и остались бы в организме и дальше делали свое дело ну вот он пишет 75 день выхода ну вот он пишет он пишет то есть у каждого человека есть глубоко скрытые его можно так сказать подсознание проблем которые так или иначе начинают вылазить наружу эти проблемы естественно ну вот допустим вот такая беда сегодня в четыре часа просил бога прощения за вчерашний совершенный грех чрево объединия и делу 14 земных челобитных поклонов значит сейчас буду учить слова новой молитвы так чтобы она от зубов отскакивала вероятно от вероятно у него вероятно такая раздражительность и неуверенность связаны с моим неумением понять как поступать с чтением как наладить этот процесс я ему подсказал что ты там читаешь я же сделал аудиокниги став да да слушай раз ты читать не можешь слушай и всего слушай столько раз пока не поймешь то есть это ему сразу ка он говорит гениально так как наладить этот процесс буду пробовать уделять этому утренние часы с 3 часов до 7 часов посмотрю что выйдет серёжа спи спи просыпайся вот где-то часика в 6 это будет нормально не надо так вставать вот вот это говорит о неком фанатизме которые все перечеркивают против чтение очень сильно восстает нутро не знаю что с этим делать когда с утра крутился на одной ноге все было понятно а с чтением не очень ясно что делать мать не читала никогда зато отец отца было не оторвать от книги благодаря матери я имею значит дом и квартиру образование все остальное благо от отца досталось плохое здоровье куча психологических проблем вы знаете может быть может быть так так сказать и и здоровье достаться и и это еще и и и ты многое что достаться но вам же дана жизнь вот посмотрите на меня я уж не хочу сказать что это блещут здоровьем и каким-то власть состоянием но все что у меня есть я сделал сам я ничего не взял не у отца не у матери не их квартиры не стал сестрой делить а сделал свое то есть вам на это жизнь дается яшник наказал чтобы во время этой жизни вы продемонстрировали что вы за фрукт на что вы способны а не то что вот от того то так взял от того это вот взяли то то это а все это приумножили вот это вот вот это работа а это уже какие-то знаете отговорки вот это рад это там мямление далее может это как-то сказывается на проблемы чтения я начинаю зацикливаться на этом это привносит сильный разлад и начинаю терять радость от этого а вот для того чтобы вызывать радость и находиться на радостной волне вот для этого надо работать над собой над своим сознанием кругом кругом вот вот все буквально и даже семья ваша все настроено так или иначе чтобы как-то вас вот с радостного настроения сбить а вы не сбивайтесь а вы не сбивайтесь наоборот а что это что это сказали как это анализируете и не уходите в негатив вроде как мне кажется что начнешь читать и потеряешь все пойдешь по пути развития отца ох ты то есть в лень и утраченное здоровье видите как это самое как работает ум ну я просто удивляюсь а как вы хотите знания получать ну вот как вы хоть одно дело я для не хочу сказать что для таких как как сергей в конце концов записал книги чтобы они слушали это вообще-то медвежья услуга надо чтобы человек читал чтобы он тянулся к знаниям а тут все да ну вот и и и вот такие выверты вы понимаете насколько у каждого человека а ум сознание работают по-своему и как трудно трудно именно сознание настроить на оздоровление на радость на позитив на то чтобы вы вытянули себя мы вытягиваем себя с помощью сознания в первую очередь они с помощью там очистительных процедур там питания и так далее это уже все второстепенное и голодание и вот смотрите значит петрович вы очень хороший знаток человеческих душ с большим опытом и юридическими знаниями природы человеческой души ведь а вот это он знает а вот это он как-то вот понял то есть человек то не простой но знаете вместо того чтобы взять положительно от своих родителей там от окружающих вот какой-то негатив вот какой-то негатив я своим родителям лично вот кланяюсь за то что они меня произвели на свет способствовали тому что создали условия чтобы я там сам как-то развивался дома понимаете ничего особо не как бы сказать на тебя не навешивали не не заставляли тебя там что-то делать туда и сюда вот ты сам болтался там по жизни вот за это большая благодарность и дальше ты пошел 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 вот это вот основного а не то что там от отца вот то досталось от матери то досталось от бабушки от дедушки и и и так далее так далее начинаешь как этот рассуждать вот вам не сейчас бабка заговорила это что там это самое из фильма этого подскажите как выйти из этого тупика вот я как раз рассказываю и говорю упираюсь в нее носом и не могу решить откуда и упадническое настроение сильный ого и сильный жор чтобы заглушить какую-то обиду которая стала последнее время вылазить наружу вот смотрите человек от голодал вроде бы от голодал много выходит уже там идут 75 сутки выхода из всего этого и вот какая-то обида как 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 вот это будет не проработка в сознании некого несовершенства вот такой у нас связывает может усилу перечеркнуть но все перечеркнуть и ваш там этот пятидесяти дневный голод и ваше это на восстановление и и и все ваши грубо говоря наработки которые вы сделали по жизни и просто для того что разрушить семью все это из-за того что вы никак не можете разобраться у себе да что было то было вы смотрите вперед и понимаете кто кто вам дает энергию кто вам дает жизнь жизнедатель вот за это надо и держаться от этого отталкиваться а все остальное там именно обида стала появляться стал в тихомолочку обижаться на жену за то что по дому работаю только я и здоровым питанием ребенка занимаюсь только я и травами занимаюсь только я и пророщенной пшеницей только я и новый рацион питания пытаюсь ввести только я и пытаюсь развиваться и просвещаться только я и с ребенком веду разъясните беседы только я я я я я я я то есть чрезмерный эгоизм когда у человека есть чрезмерный эгоизм и вот что-то у него не получается вот это вот начинается вот это вот я так они и обида вот я же такой я живу и как стараюсь и так далее а знаете я хочу сказать я в свое время ну немножечко можно сказать был похож на сердце то есть так и такие вещи имеются практически наверно у каждого человека который получил воздоровление такой хороший положительный результат и он хочет это транслировать перри переместить значит на внутри внедрить внутрь своей семьи на жену на детей так далее так далее так далее вплоть до того что и на родители ну я еще разок повторю что я говорю папа они поголодать ли тебе вот там то я вот голодать так хорошо помогает а он мне так говорит сынок я во время войны так наголодался сорок первого по сорок седьмой что он говорит мне это уже не надо я знаю но это совершенно иное да это состояние когда человек не доедает это называется голодом но это не лечебное голодание вот так я перестал вот сейчас перестал кому-либо что-либо советовать там говорить то и сё пятое десятое тара 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 вот не попросят я ничего теперь особо никому не говорю не надо никому навязываться оздоравливайтесь сами ваш собственный пример будет служить вот тем маячком на которые потянется и ваш ребенок и жена и будем говорить и родители если это будет действительно результат она сильно насильно вот это я я я я я я я и внутри обида и внутри вот этот разлад ни к чему хорошему не приведут ну вот семью разрушить могут вас озлобить и и прочее прочее а что это за оздоровление такое если вы пытаясь принести себе благо и благо своей семье вы наоборот все это разрушаете подумайте над этим а ее задача смысле жены посидеть на работе прийти домой и побыстрее лечь покопаться в телефоне в соц сетях сделать маникюрчик никакого развития желания что-либо менять и меня стало одолевать обида все больше стал роптать почему только мне нужен этот порядок в доме и здоровья ребенка робот есть грех теперь теперь немножечко остановимся смотрите семья жена вы ребенок это один ребенок а если у вас их несколько у каждого члена семьи есть свои собственные увлечения есть свои собственные как бы сказать направления в которых он либо хочет просто отвлечься либо реализоваться либо еще что-то сделать и надо это понимать не все люди находятся на той или иной ну на ступени развития на которой находитесь и вы они нам могут находиться либо выше либо ниже а вы все хотите их подстроить под себя и в результате начинается вот вот такой вот и все ваше оздоровление летит начать это самое в тартары все именно вот это проделана работа то все то есть в сознании а вот если бы вы в сознании были цельными было вас стержень было понятие было соответствующее мировоззрение то у вас не возникло бы проблем ни со здоровьем не с работой не с прочими с прочими с прочими не внутри семьи смотрите на лучшее что может грубо говоря дать при совместном проживании с вами жена вот это ее козыри вот на это обращайте внимание а если вы обращаетесь внимание на том что на других аспектах каких-то там бумаги которые не строить семью а ее разрушают то естественно ничего хорошего не будет очень мало читаю всегда нахожу путь этого не делать а заняться другими делами ну значит что то вы не найдете нужного полезного в чтении вот я например в свое время я очень много читал очень много читал продолжаю читать и и слушать а ведь в плане то я чтение поставил и не выполнение этого пункта меня сильно удручает ставьте реальные цели чтоб вас не удручало я например тоже тебе поставил там чтобы поднять тонну сто а не как я еле еле тонну вот сейчас только осиливаю хотя тонну 20 я где-то поднимал в том году в в июле и после этого я не продвинулся ни на килограмм и меня это не удручает а это служит стимулом к пониманию того а как ты должен это сделать как ты должен это сделать а не то что все не хочу и и отвалите это меня ничуть не удручать а наоборот распаляет так не хочу оставаться невеждой как раньше так работать надо работать смотрю на свою фотографию которую он прислал там где вешу 126 кг и на лице этого человека вижу сильнейшее тщеславие самолюбование и эгоизм и самолюбование и эгоизм которые мешают мешают воспринимать реальность вокруг вас то есть человек сильнейшим эгоизмом он начинает то что происходит вокруг него все это рассматривать через вот эту призму собственного эгоизма искаженную этим эгоизму и естественно начинает у него вот эти вот такой вот процесс негативная одно дело реальность а другое дело то что вы хотите а это не соответствует а и тогда это начинает порождать раздражение а так как вы ничего не можете сделать это приводит уже к удручению а удручение приводит к депрессии видите какая цепочка да я немножко умею читать лица и разбираться в людях по первому взгляду видите какой продвинутый оказывается в институте чуть-чуть изучал физиономику но опять все поверхностно но если вы что-то хотите изучать вот опять таки я перед вами сижу я постоянно что-то читаю что-то делаю что-то проверяю что-то мыслю для того чтобы в этом вопросе по крайней мере закрыть эту тему с положительным результатом как и все в жизни что я делаю это все поверхностно в то же время сколько раз я мог разобраться с проблемой которую другие не могли решить оказывается залазил самый корень этой проблемы раскрывал и по полочкам изучал литературу неотступно пробовал решить ее пока не достигала результата ну вот вот то есть вы вообще-то вообще-то сердже человек довольно таки своеобразные у вас есть вот это вот по черта к тому чтобы разобраться во все вот и йота и йота и раскрывайте и не надо прятаться и уговаривать себя что вот вам это все мешает сделать там папа с мамой и еще какие-то вещи вы и только вы это можете все сделать не надо кивать на какие-то проблемы окружающие вас а надо их решать немножечко о том что он есть есть то есть и что у него получается многоуважаемые геннадий петрович вашу фразу про дурака выучил наизусть а знаете какая фраза сейчас я мы зачитаю кстати эта фраза георгия гурджиева умнейший человек знаете какая это фраза только так только так жадно есть один дурак если дать себе потворство можно лопнуть от обжорство и вот теперь читаем сердже вашу фразу про дурака выучил наизусть как и ваше письмо и все равно это бывает не спасает самоконтроль 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 он возникает не сразу он возникает не не за недели не за месяц и на это уходят годы зависимости от ваших будем говорить качеств как и какими качествами обладаете один быстро этого достигает другим требуется дольше вчера после последнего моего письма вам где я хвалюсь своим самоконтролем жена достала из духовки свежеприготовленную пастилу время было 20-20 как раз выждал 20 минут после поедания тыквы и ждал начала потребления сала я ему не никогда не говорил что тыкву отдельно сало отдельно я ему говорил что кашу сало вот тыкву можно съесть отдельно да там приготовил и съел а сало как отдельно есть меня не даже не знаю как как отдельно есть сало сало естся либо там с картошкой либо бомбаре с кашей напомню упражнялся в самоконтроле и сперва скушал тыкву 229 грамм а потом сало 68 грамм сердцу сало естся знаете как масляной продукт можно так сказать вместо масла вот сделали кашу там допустим грамм 100 150 добавили туда немножечко маслица и еще чуть сальца порезали чтобы похоточку и съели грамм там нужно 30 пускай то будет вкусно и хорошо а потом сало и самоконтроль рухнул пастилу ее в итоге было съедено 140 грамм а зачем эту пастилу едить я же вот я все время говорю есть и каши картофель что с этой пастилой какой-то там надумали не знаю в итоге было съедено 140 граммов начал потреблять вместе с салом так как голод был волчий и от тыквы разыгрался только сильнее мало того после пастилы и сала перемешано в одном приеме пищи город не прекращался а сбежать из дома было некуда ночь на улице а вот бегите на улицу ночью бегите на улицу и ходите по двору раз не можете как я это сделал в 16 часов когда скушал яблочное пюре и половинку банана и быстренько сбежал в гараж вот в гараж и сбегайте кушать после пюрешки хотелось но голод потом прошел вот так вот и надо похочется и пройдет добавил сало еще 32 грамма сало и сожрал голод утих нас стало насыщение ужин растянулся на целый час вот такой дурак дал себе потворство на утро 27 02 как раз это сегодня до в 3 часа 30 минут имею в воздухе живота и головную боль от сладкого интересно смотрите головную боль от сладкого как он это сама от сладкого или для того что вообще переели теперь с утра будет яблочное пюре без сахара сварено на воде или свежие яблоки съешь свежие яблоки наверное яблоки 240 грамм из самоконтроля все кое-что есть кое-что и положительно например вчера вечером не позволил себе тянуть время и лег в 22 10 что мне очень понравилось а вот найти режим вот раз режим начали и все так и вот дальше утро начал использовать для духовного развития как это понять для духовного развития пишу отчет читаю молитвы и настрой стараясь почитать учу наизусть ваши письма и другие тексты развиваю память память развивайте простыми стишками какими простыми стишками потому что если чего-то много вы замахнетесь на что-то большее и у вас не получится опять произойдет облом и вы не захотите ничем заниматься вообще при заучивании текстов их не надо заучивать надо вычленить главное что вот допустим в этом тексте говорится там грубо говоря про голодание вот то 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 а при выходе из голода вот то 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 при борьбе с паразитами то 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 главное дальше второстепенное вот так вот память такая развивается осознанно вы понимаете что главное что второстепенное что причина что следствие и уже легко и просто оперируйте с материалом без всякого заучивания так другого времени нет для этого а постоянно занят какой-то работой а чё вы там заняты какой-то работой я же вам говорю не суетитесь постоянно заняты с какой-то работы приводит к тому что идет при возбуждении ветра то есть сухости и холода в организме это не дает полноценно восстанавливается на после голодания чу вы суетитесь шу вы суетитесь сегодня начну собирать мельницу на какой хрен она тебе нужна вчера делал протвиня и так каждый день вот и так каждый день суета 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 какое там духовное развитие какое духовное развитие днем заработаю прослушаю ваши аудиокниги ну вот хорошо они великолепны мне очень нравится ну хотя бы так слушай ну не суетись а вот вроде ты человеку много много наговорил много там рассказал много объяснил и все равно он что-то делает свою по-своему так далее так далее но если ты получал бы положительный результат это одно но если ты его не получаешь вот следует тому что говорят в очередь я благодарю вас за то что откликаетесь проявляете свою благотворительность на поддержание канала и всегда оценивайте мои видосики если они вам понравились а тем более приносят пользу вы найдете благотворительность а если нет я схалтую значит дульку с маком я схвалю